Борьба за господство на западном побережье Каспийского моря и в глубине Дагестана уже достигает свою апогею. Ну, можно сказать, что это из-за того, что, например, в несколько таких серьезных поражениях Хазары потерпели, и они сейчас понимают, что если мы сейчас не устоим, то это уже будет конец нашей империи, поэтому такие ожесточенные бои были. Что бы он ни сделал, не может он уже зайти в город, уже не получается, он не захватывает этот город баб. Он уже даже думает снять осаду. В это время спускается один человек из жителей Хазара тайком и приходит в Масламем Рабдуль-Малику. Сказал человек, я сдам тебе эту крепость. Маслема решил вновь превратить его в опорный пункт халифата на северных рубежах исламских территорий. Город Дербент разделили на четыре сектора. После того, как ассимиляция пошла, 24 тысячи семей привелись в Шама и заселили в окрестностях Дербент. Он приказал ему перестроить крепостные башни, подхранилища для пшениц, для ячмени и оружия, склады для оружия, чтобы восстановить значимость города и заперять ее воротами из железа. Эти люди в последующих поколениях уже относились к этой территории как к своей собственной земле и как к своему собственному дому, который они защищают. Утвердил его правитель Азербайджана, Армении, Кавказских территорий и приказал выступать ему против Хазара. Хвала Аллаху Господу миров! Мир и благословение Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, женам, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня, а затем. Марсхаб, мы уже прошли очень много разных событий, больше ста лет уже прошло с того момента, как первые сподвижники, первые мусульмане оказались на территории, которая сегодня уже является частью Дагестана, вот в этих территориях. И в последней лекции ты рассказал именно уже о том периоде, когда много славных завоеваний произошло, много территорий было освобождено, большие трофеи мусульмане получили, там часть отправили в Дамаск к халифу, часть между муджаидами разделили. Вот как долго продолжался такой период? На прошлом уроке, в прошлой передаче мы рассказали о контрнаступлении мусульман на Хазар за Кавказье, когда уже Хазары смогли уже, как Захаби сказал, до Масула дойти, Эрдебиле был убит Джаррах, по некоторым данным, уже все события происходили за Кавказье. И мусульмане уже делали контрнаступление на Хазар за Кавказье. Об этом все рассказали мы. И в каком-то мере у мусульман получилось отбить Хазар уже за пределами Аль-Баба, уже перешли боевые действия уже непременно на территории Дагестана. Это уже с назначением правителя Кавказа Маслема Ибн Абдул-Малик. Ищам Ибн Абдул-Малик назначил своего брата правителем Кавказа, после того, как был убит Джаррах Ибн Абдул-Ляха Аль-Хаками, назначил своего брата Маслема Ибн Абдул-Малик. Маслем Абдул-Малик, я уже как сказал, с назначением Маслема Абдул-Малик, наместником Кавказа, территория Кавказа, отчасти Восточного Кавказа, превратилась в театр наиболее интенсивной, бескомпромиссной войны против хазар и их союзников, которые выступали против мусульман. Борьба за господство на западном побережье Каспийского моря и в глубине Дагестана уже достигает своего апогея. Там уже конкретно начинаются боевые действия против хазары со своими союзниками с одной стороны, а уже мусульманами с другой стороны. Можно сказать, что это из-за того, что, например, несколько таких серьезных поражений хазары потерпели, и они сейчас понимают, что если мы сейчас не устоим, то это уже будет конец нашей империи, поэтому такие ожесточенные бои были? Я думаю, что это каждая сторона это знала, что эти боевые действия уже играют большую роль и играют в судьбу этих народов, которые жили на этой территории на многие века вперед. Это каждая сторона это знала. На этом этапе горцам пришлось уже, горцам и хазарам, и их союзникам, которые там жили, уже пришлось иметь дело с хорошо вооруженной, обученной армией мусульман. Эта армия состояла из пехоты и конницы. Конницы в основном были арабы, а пехота были там так арабы, так и не арабы. Еще, помимо этого, арабы выработали другой план, с фланга заходить и окружать уже. Они так-то более обученные уже подошли, арабы уже на этом этапе к этим боевым действиям. И помимо этого, еще арабы были, арабы так сделали, обучили свои войска, как бы эта конница, она могла быстро двигаться вперед. Более маневрная была. В прошлом передаче мы остановились на том, как Маслема Ибн Абдул-Малик собрал трофеи захвачения у хазар, разделил их между мусульманами, после того, как он отделил от них пятую часть, как по шариату положено. Затем он созвал своих воинов и вернулся в город Аль-Баб. В то время, когда он уже вернулся в город Аль-Баб, уже нашел там уже хазар. Он уже окружил этот город. Никакие, что бы он ни сделал, не может он уже зайти в город. Уже не получается у него захватывать этот город Баб. И он уже даже думает снять осаду. В это время спускается один человек из жителей хазара, тайком, и приходит к Маслема Ибн Абдул-Малику. И предлагает ему, о Амир, «Оставишь ли ты меня, если я сумею сдать тебе эту крепость за малое количество припасов, оставишь ли ты меня, мое имущество и мою семью в покое, не тронешь ли ты нас?» Маслема говорит, что ты хочешь, я и то и сделаю. Сказал человек, выдай мне прямо сейчас сто голов коров, овец, и я сдам тебе эту крепость. Маслема приказал дать, выйдет ему требуемое. Он погнал этот скот к источнику, который еще в свое время, Анушируаним на Кубаз, правитель Персов, наместник Персов, правитель Персов, который он сделал этот источник, и некогда он привел воду с этого источника в эту крепость. Он прямо в этот источник привел этих мусульман с этими сто голов скотом. Со скотом, да. Со скотом, да. Он сказал, копайте в этом месте. Это сведения передает Алекуф и в своей книге. Копайте в этом месте. И когда люди добрались до воды, сказал, пригоните этот скот и зарежьте здесь, в этот водоем. Они зарезали прямо все, все это, сто этих животных, туда в водоем, зарезали и сказали, сейчас уже закроете. Их закололи, и кровь вместе с водой стала течь в водоем уже крепости Дербента. Когда этот человек узнал, что вся кровь протекла в их водоем, он сказал, приказал уже закройте сверху. Вода была перекрыта и стала течь в долину, уже прямо туда в крепость. Когда утром жители Дербента проснулись, что увидели, что их водоемы наполнились кровью. Не прошла и ночь, как из водоема нас начал нести зловонием, а затем в них стали кищать черви. В этом уже, в этих амбарах. Люди стали страдать от сильной жажды. И тот человек, который пришел к маслям и сказал, о, Амир, люди испытывают сильную жажду. Было бы хорошо, если ты отойдешь чуть от городских ворот, чтобы они сами вышли без боя, без боя, чтобы город взять. Он приказал своим войскам отойти от ворот крепости. А когда наступила ночь, хазари открыли ворота и поспешно побежали от арабов. А крепость перешла в руки мусульман. Маслям подъехал, подошел к крепости, вошел туда, осмотрел ее, осмотрел ее укрепление. Затем он приказал тщательно выметить водоемы, очистить их от нечистот и крови. Это было выполнено. Затем в них, как и раньше, пустили воду, мусульмане уже себя начали использовать заново. Аль-Куфи дальше передает, Куфи после того, как уже Маслям в этот город зашел, дальше передает сведения, как Куфи о процессе Масляма формирования этнического состава Дербента. В частности, о замене хазарского населения арабским. Куфи говорит, после того, как Масляма приказал разбить... После этого Масляма приказал разбить город на четыре сектора. Город Дербент разделили на четыре сектора. Один сектор передали воинам из Дамаска, из жителей Дамаска. Как казармы. Как казармы, да. А другой воинам Холмса, третий воинам Палестин, и четвертый другим воинам из Сирии, Джазири. Джазири – это Месопотамия, как сегодня их называют, вместе называют Месопотамию. Разделил на четыре. А есть другие историки, которые говорят, что помимо того, что город был разделен на четыре сектора, в каждом секторе была построена мечеть. И эта мечеть называлась этим народом. Например, Масшиды Димаш, Масшиды Хомс. И помимо этого еще один кафедральный центральный Джума мечет тоже построили, чтобы там люди совершали Джума-намаз. Заняв город, Масляма, Рахматуллахи Алей, решил вновь превратить его в опорный пункт халифата на северных рубежах исламских территорий. По сведениям Аль-Баладзури, эти сведения не только передают Аль-Баладзури и Абу-Хаммед Аль-Гарнати, другие эти сведения передают из арабских источников, после того, как Масляма ибн Абдул-Малик захватил город Бабу-Лабуаб и разделил его на четыре части, приказал привезти из Шама 24 тысячи семей и поселили их в город Бабу-Лабуаб. То есть демографический состав уже меняет, потому что понимают, чтобы что-то поменять, нужно там уже как-то свое население привезти, мусульманское население привезти, уже ассимиляция, что пошла, 20 тысячи, 24 тысячи семей привели из Шама и заселили в окрестностях Дербента и его окрестностях. Такую политику сделал умный ход, сделал Маслема ибн Абдельмалик после того, как он уже захватил Дербента. После этого Маслема вызвал одного из своих воинов, которого звали Ас-Сувайд-Та'Лаби и назначил его правителем именно города Баба, имеется в виду Дербента. Он приказал ему перестроить крепостные башни, подхранилища для пшениц, для ячмени и оружия, склады для оружия, чтобы восстановить значимость города и заперять его воротами из железа. Затем Маслема назначил на содержание каждого воина в городе Дербенте по 110 динаров каждый год, ежегодно, кроме ежемесячного снабжения пшеницей, оливковым маслом и провизией. Вот такая политика сделал Маслема ибн Абдельмалик после того, как уже на этом этапе захватили город Дербент. То есть, по сути, эти люди в последующих поколениях уже относились к этой территории как к своей собственной земле и как к своему собственному дому, который они защищают, а не как какая-то вещь, которая, ну, сегодня мы здесь, завтра мы дальше пойдем. Да, и они помимо этого тоже, как мы уже несколько раз озвучили, мусульман были еще более важные дела. Они как бы удерживали эти территории, это важный рубеж был, это северный рубеж, именно вот этот проход, Дербентский проход, но важный рубеж был. Они удерживали его, но у них более важные дела были внутри государства, внутренние разногласия, и с византийцем у них не прекращаешь, и, по-моему, это еще с Персом у них борьба. И на этом этапе, видят, у них уже, как бы уже, все нормально идут уже, в каждом месте уже нормально свои дела идут, там уже они решили полностью конкретно укрепиться уже на этих территориях. Аллаху алим. После этого уже разделил город на четыре частей, позвал к себе Сувайду Саалаби, приказал сооружить башни для, уже, склады для пшеницы, ячмень и для оружия. Заселил туда 24 тысячи семей из Шама для того, чтобы жили в этих местах. После этого он позвал к себе своего брата двоюродного Марвани Мухаммада, в последствии который должен стать тоже правителем в Алием Кавказа, 12 лет он правил Кавказом, последний халиф Амьядова. И назначил его, Марвана, управлять общиной мусульман в городе Аль-Баб. Общиной мусульман. Сам он покинул город и возвратился к халифу Хишаму в Дамаск, в Сирию. Он сообщил ему, халифу, о завоеванных им землях и о том, что оставил Мухаммада имн Марвана управлять общиной мусульман. Как только до Хазар дошли вести, что Маслема имн Абдельмалик оставил город и ушел на территорию Шама, они так вновь взяли те прикаспийские города, которые мусульманы уже в это время захватили, они обратно захватили эти же города, обратно взяли. Когда уже Маслема обратно вернулся в Шам, они Хазари обратно этот гребент тоже взяли, обратно эти города захватили. Этот сведений тоже передает Аль-Куфи в своей книге. Аль-Куфи говорит, Хазари узнали, что Маслема имн Абдельмалик отбил от их рубежей в Шам и вернулся на свои земли, которые Маслема отобрал у них. Они возвратили их и снова засели, говорит Аль-Куфи в своей книге. В ответ на это, когда уже Хазари сделали вылазку, Марван имн Мохаммад начал основательную подготовку к схватке с Хазарами, для чего он, Марван имн Мохаммад, собрал воинов и выставил их более 40 тысяч воинов. Во главе войск он направился против Хазар и достиг города Баланджар. Затем он выступил из Баланджар в сторону Хазар, после чего начал сражаться с ними и громить их так, что перебил их множество, пленил их детей и жен, угнал их скот и благополучно возвратился в город Баб с добычей. Такие события. Все это происходило во время зимы, говорит Аль-Куфи, и сильных холодов. И поэтому этот год из-за обылии дождей и грязи стало именоваться грязным походом. Грязный поход. В этом походе Марван приказал отрезать хвосты лошадям и все их отрезали из-за того, что они постоянно пачкались и мокли. Дальше, продолжает автор, эту зиму Марван имн Мохаммад провел в городе Аль-Бабе. А когда показался лик весны, халиф Хищам имн Абдул-Малик сообщил ему о том, что он смещен с должности правителя и должен прибить к нему лично к халифу. Халиф вызвал Саид Ибн Амр Аль-Хараши, связал ему знамя и утвердил его в должности правителя этих территорий. Снял Марвана и на его место назначил Саид Ибн Амр Аль-Хараши. Много раз это имя прозвучало здесь. В эти весенние дни, говорит автор, Саид Ибн Амр Аль-Хараши выехал из Чама в качестве правителя Азербайджана Рана, Джурзана и Армении он направился в город Аль-Баб и расположился в нем, Саид. После этого он днем и ночью совершал походы против Хазар и попоны его коня никогда не пересыхали. И так было до тех пор, пока его зрение не ухудшилось, зрение Саида. Саид написал письмо Хищаму Абдул-Малику, сообщая о том, что заболел черной катарактой и стал так плохо видеть, что не различает ни долин, ни гор. Хищам послал Хищама надежного человека, чтобы проверить достоверно ли говорит Саид Амр Аль-Хараши и когда этот человек прибыл, осмотрел его и подтвердил информацию, что он реально болеет, что у него зрение все ухудшается и ухудшается. И после этого Хищам Ибр-Абдул-Малик снимает Саид Амр Аль-Хараши с правителя Кавказа и назначает с поста губернатора Кавказа и назначает на его место заново Маруан Ибр-Мохаммад ибр-Маруан утвердил его правителем Азербайджана Армении и Кавказских территорий и приказал выступать ему против Хазара. То есть кто бы, кого бы туда не направляли, главный приказ перед этим человеком стоял, чтобы он воевал против Хазара, потому что это время, вот это самое, когда достиг своего АПГ борьба между Хазарами и мусульманами. Можно сказать, что они понимали, что нельзя давать передышку, потому что каждый раз, когда какое-то затишье наступало, Хазарам удавалось собрать достаточно серьезную армию и отбить те территории, которые были с трудом завоеваны. Да, конечно, потому что хазари имели очень большие силы, у них очень большие территории, большое население, у них по Волжье это все идет, оттуда у них очень обширные территории были, они могли собирать армию, и каждый из этих сторон они понимали этого. Передышку нельзя давать, постоянные вылазки, истощение врага, вот это все практиковалось. Все эти сведения так подробно, вот сегодня то, что я уже рассказал, как назначали Маслема, как назначали Саидим Нальхараши, потом, как назначали Марвана, и в прошлой передаче, как Маслема приехал на территорию Дагестана, освободил пленных мусульман, семью Джарраха и все остальное, все эти сведения передает так подробно, только Абу-Мухаммад Ахмад Абн-Аль-Асим Аль-Куфи в своей книге, книга «Завоевание» называется, такая книга есть. Остальные, вот так более развернутые эти сведения никто не передает. Так коротко, частями передает, но вот так все по порядку, вот так только передает Аль-Куфи эти сведения. Сведения Табари, Ибн-Катир и Ибн-Латир, они чуть отличаются от сведения этого Куфи. Табари говорит, возвращаясь в 113-й год, далее наступает 113-й год. Среди прочих событий, которые происходили в этом году, это приблизительно 731-й год, это развертывание группировок своих войск Маслема Ибн-Мухаммад Абдул-Маликам на территории страны Хакана, правителя Хазари, где им, Маслема, были завоеваны города и крепости, в которых было и те, кого он убил и брал в плен. Большое количество людей из числа тюрков погубили сами себе огнем, попав под стрелы с факелами и камнеметными машинами, с горящими маслами мусульман. Ему Маслема покорились те горцы, которые проживали за горами Баланджар. В этом сражении был убит также сын правителя Хазар. Это передает Табари. Ибн-Латир, говорит, описывая эти события. В этом году, в 113 году, Маслема разослал свои войска по стороне Хакана. И они благодаря ему завоевали города и замки. Он перебил большое количество этих Хазар, взял их в плен, мужчин и других, изжег их селения. И ему подчинились народы, жившие за Баланджаром. Уже северные, уже Дагестана, народы подчинились им. Это 113 год по Хеджре. Маслема был уже за Баланджаром. Он узнал о них, Хазарах. Он приказал своим войскам развести огонь, а потом бросил палатки и обоз, пустился обратно в путь со своими войсками без всего. Я вчера рассказал, когда уже узнал, что Хазары собрали огромные полчища, он приказал сжечь огни у себя в лагере, чтобы они подумали, что они стоят на месте. Они в это расстояние, которое можно пройти за 2 часа, приблизительно, если вот такими словами говорить, они за час его приходили, чтобы спасти эту армию. Слабих он делал впереди, потому что впереди мусульманские территории были. Сзади поставили мусульман и перешли, ели на последнем дыхании, говорят, они дошли до Абаба. Вот это сведения передают также и Ибн Афиртаджи. Такие же сведения передают и Ибн Акатир в своей книге тоже. Далее уже наступает 114 год. Рассказывает Абари, что в этом году Маслим Абдул-Малик запер Аль-Баб после того, как наносит поражение Хакану. Он построил ворота Баба и укрепил то, что там находился. В этом году Хишам назначает своего двоюродного брата Марвана Мухаммада наместником Армении и Азербайджана. 114 год по Хиджре. Марван Ибн Мухаммад, или как его называют, Марван II, аммиадский халиф, который правил с 744 года по 750 год. 6 лет правил халифатом аммиадов. До занятия халифовского престола был также наместником Армении и Азербайджана, в общем, Кавказа. 12 лет был правителем Восточного Кавказа. С перерывом или без перерыва? Беспрерывно он уже был. Он до этого был там в качестве военно-командующего какого-то отряда. Но как бы главным наместником этих территорий он беспрерывно был с 114 года по 126 год. И уже в этом году, уже в 14-м году его назначает Хишам и Абн Малик, правителем Кавказа. С этого времени начинается эпоха Марвана и Мухаммада на территории Восточного Кавказа. Какие он реформы сделал, что он сделал, иншаллах, мы расскажем в следующем уроке, иншаллах. Оставайтесь с нами и ждите следующих лекций. Ассаляму алейкум, архматулу и баракат. Ассаляму алейкум, архматулу и баракат. Ассаляму алейкум, архматулу и баракат. Продолжение следует...